Вы не ослышались. Тысячи бобров однажды пролетели над пустыней штата Айдахо под парашютами, и это был вовсе не цирковой трюк. Это была часть грандиозного плана ученых превратить сухую пустошь в цветущий оазис. Представьте себе, как мохнатые экосистемные инженеры начинают свою новую миссию с высоты птичьего полета. В этом ролике вы увидите, как такие сумасбродные идеи могут стать движущей силой воссоздания природы. История, от которой у вас точно побегут мурашки по коже, станет для вас настоящим сюрпризом. Бобры-десантники Это история о том, как американцы использовали бобров-десантников для спасения экосистемы. В 40-х годах прошлого века в штате Айдахо местные чиновники приняли решение собрать популяцию этих животных и переселить их в удаленные районы, чтобы улучшить ландшафт и восстановить экосистему. Это нестандартное решение стало частью широкомасштабной инициативы по охране окружающей среды. Теперь, спустя почти 70 лет, спутниковые снимки НАСА продемонстрировали поразительные результаты. Территории, где были переселены бобры, стали значительно более зелеными и пышными. Эти районы не только приобрели новый вид, но и стали более устойчивыми к природным катаклизмам, таким как пожары и засухи. По данным EarthSky, влияние бобров на экосистему оказалось гораздо более глубоким, чем предполагали изначально. Бобры, создавая плотины и водоемы, способствовали увеличению биоразнообразия, так как новые водные пространства привлекали множество других видов животных и растений. Это стало прекрасным примером того, как одно действие может запустить цепную реакцию изменений в природе. История о бобрах-десантниках наглядно демонстрирует важность восстановления экосистем и показывает, как человечество может использовать природные механизмы для улучшения состояния окружающей среды. Дождь из бобров. Некоторые районы были настолько удалены от человеческих поселений, что в них просто не существовало дорог. Местные власти столкнулись с этой проблемой и придумали оригинальное решение. Компания Idaho Fish and Game решила использовать парашюты, которые остались с времен Второй мировой войны, чтобы сбрасывать бобров прямо в их новые дома. Это необычное и смелое решение привлекло внимание многих. Изначально рыбаки и охотники решили, что бобров следует помещать в плетеные ивовые ящики. Они полагали, что грызуны смогут сами прогрызть выход на свободу после приземления. Однако этот план не сработал. Бобры не желали ждать и быстро ломали ящики, не дожидаясь своего приземления. Это создало дополнительные трудности и баки заставило власти искать другое решение. В ответ на эту проблему специалисты компании Idaho Fish and Game разработали специальный кейс, который открывается при ударе о землю. Эксперты решили протестировать новый дизайн на одном нетерпеливом бобре по имени Джеронимо. После нескольких успешных пробных падений на поле они стали уверены в эффективности конструкции и ее способности обеспечивать безопасность животных при сбросе. Этот опыт стал важным шагом в уникальной операции по переселению бобров, которая привела к успешному восстановлению экосистем в отдаленных районах. Таким образом, на Дайдахо разразился настоящий дождь из бобров. Проект по переселению этих грызунов продолжался до 1948 года. Сегодня их потомки обитают в одной из частей крупнейшего охраняемого бездорожного леса, который простирается по 48 штатам США. Доказательства из космоса. Таким образом, на Дайдахо разразился настоящий дождь из бобров, который стал символом успешной экологической инициативы. Проект по переселению этих грызунов продолжался до 1948 года, и его результаты поразили многих. Сегодня потомки тех бобров обитают в одной из частей крупнейшего охраняемого бездорожного леса, который протянулся по 48 штатам США. Когда вы сравниваете участок ручья, где бобры создали свои жилища, с соседним ручьем, где этих животных нет, разница становится очевидной. Районы, населенные бобрами, выглядят гораздо более зелеными и пышными, с широкими полосами растительности, что говорит о положительном влиянии этих животных на окружающую среду. В 2018 году сильный пожар уничтожил более 60 тысяч акров земли в районе Боу-Крик. Однако изображения, сделанные после этого катастрофического события, продемонстрировали, что пышные и влажные участки вокруг бобровых плотин остались практически неповрежденными огнем. Какой подведем итог? Современные спутниковые снимки НАСА подтверждают, что план по улучшению экосистемы с помощью бобров-десантников оказался успешным и дал впечатляющие результаты, показывая, как одно действие может значительно изменить и улучшить состояние природы. Что делать бобру? В аравийской пустыне бобры могли бы адаптироваться, добавляя в свой рацион семена и плоды местных растений, которые устойчивы к засухе, что поможет им получать необходимые питательные вещества. Используя свои навыки, бобры могли бы создать искусственные источники воды, находя редкие ручьи или оазисы для формирования небольших прудов, что обеспечивало бы их питьевой водой. В жарких условиях пустыни бобры могли бы строить укрытия из природных материалов, чтобы защититься от солнца и снизить риск перегрева. Бобрам следовало бы сотрудничать с местными животными, такими как грызуны или птицы, для поиска пищи и воды, что помогло бы выжить в новых условиях. Ключевым фактором выживания стало бы обучение и адаптация. Бобры могли бы изучать местные условия и развивать стратегии для поиска пищи и укрытий. Хотя бобры не являются типичными пустынными обитателями, их способность к адаптации может помочь им выжить в аравийской пустыне, изменяя рацион, создавая водоемы, строя укрытия и сотрудничая с другими видами. Ручей Дикси-Крик. В конце 80-х годов прошлого столетия биологи подняли тревогу. Долгая жара и пренебрежительное отношение людей к природе привели к пересыханию ручья Дикси-Крик. После анализа ситуации эксперты рекомендовали фермерам изменить подход к выпасу скота. Теперь животным было запрещено находиться вблизи ручья, что позволило восстановить прибрежную растительность, ранее подверженную негативному воздействию. Бобры стали настоящими героями экосистемы. Они умело строят плотины на водоемах, что помогает им защищаться от хищников и добывать пищу. Эти сооружения замедляют течение воды, что в свою очередь благоприятно сказывается на прибрежной растительности. Травы, цветы и кустарники начинают процветать. Таким образом, бобры не только создают комфортные условия для себя, но и способствуют восстановлению окружающей природы. Плотины на ручье Дикси-Крик сыграли ключевую роль в увеличении численности рыбы, водных животных и растений. В результате этого ручей полностью восстановился, а его берега преобразились в зеленый оазис. Дикие животные и птицы начали регулярно приходить на водопой. Для южного штата с пустынным климатом это стало настоящим чудом природы. Плотина. Самую древнюю плотину чученые нашли в 2005 году, и по предварительным оценкам она могла быть сооружена около 125 тысяч лет назад. Эти животные используют исключительно природные материалы, деревья, ветки, траву, ил, камни и грязь. Ольга Гореловская, биолог и сотрудник государственного природного биосферного заповедника Керженский Возьянь, объясняет, зачем бобры создают свои плотины. Бобры обитают в хатках, которые возвышаются над уровнем воды. Чтобы их жилища были защищены от хищников, таких как лисицы, волки, рыси и филины, вход должен находиться под водой. Именно поэтому бобры с помощью плотин поддерживают высокий уровень воды в реках и ручьях. О положительном воздействии бобров на окружающую среду также рассказала биолог Александра Николаенкова. Плотины, создаваемые бобрами, оказывают значительное влияние на экосистемы. Формируются новые пруды, меняются русла рек и даже их течение. Местность, преобразованная деятельностью бобров, иногда называют бобровым ландшафтом. В местах своего обитания бобры не только строят плотины, но и вырывают норы, прокладывают тропы и создают каналы. Объединяясь в колонии, за три десятилетия они не только спасли ручей на диком западе, но и полностью восстановили его, а также целую экосистему в условиях засушливой пустыни. Проблема с рационом. В пустыне не хватало растительности, которая могла бы служить пищей для бобров. Учитывая это, ученые приняли решение изменить рацион бобров, добавив в него семена и плоды местных растений. Это изменение было необходимо, чтобы обеспечить бобров достаточным количеством питательных веществ и позволить им адаптироваться к условиям, в которых они оказались. Бобры быстро привыкли к новому рациону и начали активно размножаться, что удивило исследователей. Ученые были поражены способностью бобров адаптироваться к таким экстремальным условиям, в которых они раньше не жили. Это свидетельствовало о том, что бобры обладают высокой гибкостью в выборе пищи и могут приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Эксперимент продолжался несколько месяцев, и результаты были просто впечатляющими. Бобры не только выжили в пустыне, но и успешно приспособились к новым условиям, начиная строить плотины и создавать новые водоемы. Это исследование показало, что бобры – невероятно выносливые и адаптивные животные, способные выжить в самых экстремальных условиях и менять свою жизнь в зависимости от окружающей среды. Их пример вдохновляет и демонстрирует, как важно сохранять биоразнообразие и поддерживать экосистемы. Критика. Безусловно, этот эксперимент вызвал множество вопросов и споров среди научного сообщества. Некоторые ученые выражали свою критику, считая, что подобные подходы являются нецелесообразными и неэтичными, поскольку подвергать животных таким испытаниям может быть неправильно. Они поднимали важные вопросы о моральной ответственности исследователей и о том, как такие эксперименты могут повлиять на благополучие животных. С другой стороны, многие ученые рассматривали этот эксперимент как уникальную возможность для изучения удивительной способности животных адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Они считали, что подобное исследование может привести к важным открытиям, которые помогут глубже понять механизмы выживания и изменения поведения животных в ответ на экстремальные условия. В процессе обсуждения возникали различные мнения. Одни исследователи подчеркивали важность этических норм в проведении экспериментов, другие, наоборот, акцентировали внимание на научной ценности полученной информации. Этот диалог стал важной частью научного процесса, побуждая ученых к более глубокому осмыслению методов исследования и их последствий. В конечном счете, этот эксперимент открыл новые горизонты в понимании экологии и поведения животных, став ценным вкладом в науку. Бобры в Антарктике Самой большой пустыней в мире является Антарктика. Хотя часто пустыни ассоциируются с жаркими и сухими климатическими условиями, Антарктика считается холодной пустыней, так как она характеризуется крайне низким уровнем осадков и обширными бесплодными территориями. Представим себе удивительный сценарий. Бобры, известные своими строительными навыками и способностью изменять экосистемы, поселились бы в Антарктике. Какое влияние это могло бы оказать на этот холодный и суровый континент. Первое, что стоит отметить, это изменение ландшафта. Бобры начали бы строить плотины на реках и ручьях, создавая искусственные водоемы. Эти плотины замедлили бы течение воды, что способствовало бы образованию прудов и болот. В результате территория вокруг водоемов стала бы более влажной и зеленой. Это могло бы привести к появлению новых экосистем, где стали бы обитать другие виды животных и растений, которые в настоящее время отсутствуют в Антарктике. Однако, с увеличением растительности водоемов, возникли бы и новые вызовы. Бобры, создавая свои плотины, могли бы изменить естественный баланс экосистемы, что повлияло бы на существующие виды. Некоторые животные, например, тюлени и пингвины, могли бы столкнуться с трудностями в поисках пищи из-за изменения среды обитания. Это создало бы необходимость для исследований и наблюдений, чтобы понять, как новые условия влияют на местную фауну. Наблюдая за поведением бобров и их воздействием на окружающую среду, ученые могли бы понять, как климатические изменения влияют на экосистемы. Если бы бобры поселились в Антарктике, это могло бы привести к значительным изменениям в ландшафте и экосистеме континента. С одной стороны, они могли бы способствовать увеличению биоразнообразия и созданию новых водоемов. С другой стороны, их присутствие могло бы вызвать проблемы для существующих видов. Этот сценарий подчеркивает важность понимания взаимосвязей в экосистемах и того, как одно изменение может повлиять на всю окружающую среду. Бобры – мелкие экосистемные инженеры. Они помогают восстанавливать природные ландшафты, что делает их потенциальными союзниками в усилиях по сохранению окружающей среды. Надеюсь, из этого ролика вы узнали много нового и интересного. Хотите удивлять и радовать людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который вдохновляет. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать интересные сценарии, будем рады видеть вас в команде. Пишите нашему телеграм-боту и давайте делать мир ярче вместе!